приветствую каждого зрителя на своем канале меня зовут юлиана 18 ноября идут большие перемены обязательно возьмите ложку меда сегодняшнем видео вы все узнаете большая часть дня пройдет под управлением пятых лунных соток уговорящим всем кто стоит на страже справедливости чтобы избежать негативной стороны этого нейтрального периода проявите свои лучшие качества будьте открытыми искренними и честными будьте готовы отставить свои принципы избегайте нерешительности и сомнений не допускайте негатива в общении и даже в мыслях поскольку все о чем вы говорите думаете сегодня имеет свойство воплощаться в реальности чтобы обернуть эту особенность свою пользу сохраняйте позитивное мышление и как можно чаще визуализируйте будущее которое хотите достичь влияние загадочного вдали знак которого переходит сегодня луна пробуждает в людях нестандартное мышление усиливает таланты и усиливает стремление ко всему неизведанному и необычному в эту пору вы сумеете лучше понять себя заглянуть самые неизведанные уголки своей души чтобы увидеть свою истинную суть именно в такие дни приходит осознание что все люди уникальны и неповторимы усиливается веру в себя недостатком данного периода является склонность к перепадам настроения из-за которой могут возникнуть сложности во взаимоотношениях с окружающими поэтому не забывайте о деликатности и будьте внимательны по отношению к близким до 13 часов 50 минут продолжаются пятые лунные сутки являющиеся временем перемен затрагивающих все сферы вашей жизни вы этот важный период происходят важные процессы позволяя воплотить их жизнь планы составленные вами предыдущие дни сегодня важно сохранить верность своим принципам стремиться к достижению цели не поддаваться негативным эмоциям правильно проведя эту пару вы сумеете справиться с чувствами подталкивающими совершенно спонтанным действием решение принимаемые вами сегодня должны быть хорошо обдуманы противном случае вы рискуете столкнуться с чередой неприятностей вызванных вашими легкомысленными действиями чтобы это избежать анализируйте каждое свое решение обдумывайте последствия каждого сделанного шага рассудительность проявленные в эти сутки является залогом удачи и открывает великолепные перспективы с наступлением шестых лунных суток энергии дня начнут приобретать мягкость и спокойствие позволяя ощутить полную гармонию с окружающим миром в это особенно время усиливать интуиции пробуждаются скрытые таланты и способности позволяющие заглянуть за завесу грядущего возможно не ожиданное озарение и открытие поэтому будьте внимательнее чтобы не упустить подсказки судьбы луна советует хотя в эти сутки не рекомендуется браться за реализацию планов и начинать новые проекты в целом они будут удачными для деловой активности лучше всего сосредоточиться на анализе уже совершенных действий внося изменения в имеющиеся бизнес-процессы будьте готовы меняться вслед за происходящими сегодня событиями тогда день откроет перед вами прекрасные перспективы позволяя оказаться на пике возможности однако важно учитывать что трансформационная энергетика дня в буквальном смысле меняет ваше будущее по этой причине день нежелателен для совещаний встреч с партнерами подписание контрактов постоянно меняющиеся энергии могут повлиять на будущие события не только положительную сторону но и в отрицательную поэтому будьте осторожны проведенный в этот период финансовой операции могут оказаться неудачными поэтому нежелательно осуществлять финансовые вложения осуществлять закупки неудачными могут оказаться опираться с недвижимостью особенно если речь идет о покупке имущества чтобы избежать сложности откажитесь от любых крупных трат не совершайте спонтанных покупок энергии дня могут негативно отразиться на вашем здоровье и внешнем виде поэтому от посещения салона красоты лучше отказаться единственное что принесет вам пользу это крем и маски на растительной основе день способен принести вам серьезные перемены в личной жизни если вы пока еще одиноки вторая планка может прийти вашу жизнь именно сегодня однако будьте осторожнее чтобы избежать иллюзий так как перепутать настоящее чувство с мимолетной влюбленностью будет особенно просто спокойная пассивная энергия текущих суток располагает к расслаблению но не терпит бесцельного времяпровождения простое лежание на диване не принесет удовлетворение и усилит ощущение апатии чтобы не допустить негативных последствий займитесь привычными домашними делами энергии этих суток позволит вам привлечь удачу финансы богополучия это отличное время для любых практик растущей луны включая многодневные вы сумеете достичь великолепных результатов сохраняя уверенность себе и сопровождать свои действия визуализации привлекаем изобилие это проводится только в полном одиночестве рядом с вами не должно быть даже домашних животных убедитесь что вам никто не мешает отключите все гаджеты или переведите на беззвучный режим застелите стол светлой скатертью и ровно по центру расположите миску с проточной водой затем возьмите свой кошелек и выньте из него все имеющиеся монеты опускайте их емкость по одной одновременно проговаривая быстрая река широко и глубоко она свои воды вдаль несет покоя не имеет ни травинки ни кустику засохнуть не дает корни питает бережно их омывает ты водицы меня умой тело и души мои омой от скверной защити радость мою жизнь привлеки истина повторяйте заговор столько раз сколько монет было в кошельке когда закончите говорить сразу вылите воду в любой цветочный горшок если не держите дома цветов вынесите емкость на улицу вылите рядом с деревом все монетки участвующие в ритуале соберите верните в кошелек их можно тратить ближайшие сутки для успеха на экзамене учеба школе техникум или институт подразумевает не только посещение лекции но и регулярную сдачу экзаменов последнее может оказаться крайне сложно ведь отличная оценка во многом зависит от лояльности преподавателя если вам предстоит это нелегкое мероприятие воспользуйтесь практикой чтобы избежать придирок экзаменатора и обеспечить себе получение высшего балла для ритуала необходимо взять любой предмет который вы можете взять с собой на сдачу экзамена к примеру ластик ручку эта вещь станет вашим талисманом положите ее перед собой и трижды скажите господь со мной его милость мой покой знания ко мне широкой рекой устремляются памяти моей укрепляются удачи безграничной сопровождаются по верному светлому пути вперед иду от истинного пути ни на шаг не сойду экзамен удачно пройду все преграды обойду истинно заговоренную вещь спрячьте на ночь под своей подушкой на утро переложите сумку или карман и держите при себе как можно чаще это необходимо чтобы между вами и вашим талисманом образовалась энергетическая связь когда отправитесь на экзамен возьмите его с собой и успех вам обеспечен стать очаровательнее мите 4 алые свечи и зажгите их и поставьте на стол далее сосредоточьтесь как можно детальнее визуализируйте свой желаемый образ когда он полностью сформируется нужно сказать такие слова пламя свечей мне на помощь приди и забили в дом впусти светом своим ты удачу привлеки на всегда счастье в жизнь впусти быть посему говорим три раза далее свечи можно затушить их можно использовать других практиках по народным приметам в этот день отмечают и день ионы родившиеся в этот день считаются людьми наделенными силой и необычной энергии добавив к этому их творческий потенциал и прагматизм не удивительно что они легко добиваются успеха в жизни слабой стороной этих людей является эмоциональная неустойчивость которую они обычно стараются скрыть от окружающих оставаясь на людях собранными и невозмутимыми их талисман циркон на руси и начиная с этого дня наши предки готовили к зиме сани на которых совершали первые поездки ведь в это время на земле уже лежал снег а если на иона начинался сильный снегопад то это расценивали как то что зима предстоит снежная в этот день обязательно нужно съесть ложку меда таким образом каждый привлечет благополучие и счастье в свой дом а когда съедали ложку меда далее говорили такие слова как мед вкусный и сладкий так и жизнь моя будет удачной говорили один раз далее съедали мед незамужние девушки в этот день раскидывали по земле монетки чтобы суженый поскорее заглянул в их дом поговаривали что проведя такие обряды и помолившись о скором замужестве девушка вскоре действительно встречала свою любовь на день иона было принято читать специальные заговоры на веник крестьяне считали что веник является мощным оберегом дома и семьи ведь его помощью можно было убирать ссоры с дому а значит избавляться от всего плохого и ненужного хоронили веник в доме только метелкой вверх и всегда следили за его чистотой те хозяева где заговоренный веник чистый свеж всегда были благополучными и удачливыми а чтобы обезопасить свой дом от сглаза недоброжелателей и темных сил крестьяне брали веник и ходя по комнатам своей избы размахивали им тем самым избавляя от негативной энергии и по традиции перед сном обязательно один раз повторяем такие слова я чувствую себя прекрасно и знаю что новый день будет для меня хорошим вот говорим один раз и вы посмотрите что вашей жизни будет все прекрасно